Спасибо всем докладчикам за их выступление. Если есть какие-то вопросы и любые комментарии, потому что мы уже завершаем конференцию, то прошу вас. Если нет, то... Давайте выразим все вместе благодарность Анатолия Андреевича и Романа Николаевича. Я хотел бы сказать, что я чувствую, что может получиться достаточно хороший сборник статей. Я призываю всех докладчиков прислать в обозримое время свои статьи для того, чтобы мы приступили к редактированию и составлению этого сборника. Я думаю, что мы, безусловно, привлечем кого-нибудь из Русской Православной Церкви сборник для того, чтобы действительно у нас хотя бы в научном печатном виде сложился межрелигиозный диалог настоящий. Конечно, мы очень оперативно собрались, и тема очень более чем актуальная. Но так получилось, что в эти дни у нас в Москве и не только в Москве идет широчайшее обсуждение событий последнего времени, прежде всего, встречи святейшего патриарха и предстоятеля нашей Русской Православной Церкви. Поэтому совпало и одновременно проходит целое мероприятие. Но тем не менее, я думаю, что очень здорово, что мы собрались, потому что мы увидели и услышали друг друга и можем сделать какие-то положительные шаги для того, чтобы способствовать этому сближению, чтобы сблизить людей между собой, потому что в итоге главные ценности у нас общие. — Только ты хотел сказать и спасибо всем, кто пришел. — Еще пару слов. Дело в том, что я свой доклад не читал. Естественно, я не буду его зачитывать. Дело в том, что я для своего доклада выбрал несколько такой необычный ракурс. Дело в том, что я вот увидел, анализировав выступление на патриарху Кирилла и папу Франциска, что действительно во многом их, то, что называется, социальное послание, представление о социальном служении, о приходской жизни во многом совпадает. И действительно, обе церкви намерены и осознают ценность в настоящее время, ценность социального служения, развитие общинной жизни, активности мирян, прежде всего. И у патриарха Кирилла как раз это очень ярко проявлялось в первые годы его патриаршества. И сейчас, когда особенно он выступает как епископ Москвы, города Москвы, вот на епархиальных собраниях то, что патриарх говорит по поводу приходов, евангелизации и так далее, очень похоже на вот те слова, которые прозвучали в энциклике Папа Франциска о возвещении Евангелия, Евангелии Гауды. И действительно, очень много вот таких пересечений, даже каких-то прямых повторений. Но при этом существует, эта встреча тоже показала, существует и противоречие, противоречивое отношение к окружающему миру. Если действительно католическая церковь и Папа Франциск открыты к диалогу со всеми, и, в общем, довольно мягко отзываются даже о критиках церкви, об этом как бы либеральном, на европейском обществе, Папа считает все это общество общим домом. И как раз это является основным таким посылом энциклики «Хвала тебе», вот такого, который Папа как раз все называли, это энциклика об экологии, «лоу дата си», но при этом Папа обижался и говорил, что нет, это вообще обо всем мире. Папа принимает весь мир. Существуют там свои проблемы и следствия из этого подхода, но подход к патриарху Кирилла как раз и то, что противоречит его социальной открытости, это то, что он скорее осуждает окружающий мир. И более того, в интервью после встречи Папы и Патриарха Кирилл заявил о том, что мир лежит в грехе. Более того, именно греховность этого мира – это причина международного терроризма, и мы должны заново создавать новую глобальную цивилизацию. Мы должны снова создать ее. При этом, естественно, вот эта идеология русского мира, она противопоставляется очень-очень жестко западной цивилизацией. Но при этом вот эта идеология, она достаточно мобильная. И Патриарх Кирилл постепенно меняет свое мнение. То есть и русская цивилизация теперь не является русской цивилизацией. То есть произошел некий отказ от национализма. И русский мир, не совсем русский мир, это восточнославянская цивилизация. События на Украине показали, что Патриарх готов и в русский мир включить демократические ценности, правила, признать все то, что происходит в Украине и так далее. И сейчас встреча Папы и Патриарха также является важной векой на пути, что ли, демократизации этого русского мира. Как называется один из разделов энциклики Папу Франциско по возвещению Евангелия, реальность выше идеи. Реальность должна быть выше идеи. Я думаю, что вот это как раз, этот процесс происходит в русской православной церкви. Реальность становится постепенно выше идеи. Спасибо всем и до новых встреч.